На озон же не исследовали? До сдачи в эксплуатацию, передачи встроенного озона мы исследовали на озон. Показатель озона был 0,067. При сдаче, а потом, когда работа начала? Почему люди говорят, что когда-то там запах больше, когда-то меньше? Я хочу понять, я понимаю, что вы там все специалисты. Как происходит? То есть кто регулирует подачу? Автоматика или как? Автоматика. Автоматика. От чего это зависит? Озонная установка, озонаторная установка, работа состоит из двух озонаторов. Два этих озонатора рассчитаны на полную нагрузку для исключения. Сейчас отключили один. Почему вы отключили? Потому что сейчас зима. Нет, кто вот такое сделал заключение, что надо отключить или отключить? Без анализов. Опять же, вы же на озон не брали анализы после года в эксплуатацию? Это было проходило во время пуска наладочных работ. Когда у вас проходили, были специалисты с Пульсара, кто у нас поставлял его, были подрядчики. Мы постоянно на связи, наши специалисты, кто находится на станции, тоже на связи с ними. Было принято решение, если у нас такой жители начали жаловаться уже в декабре, отключить одну азонатомную установку. Один азонатом. Подождите, Максим Александрович, но у вас при этом ни разу не было после работы на очистные сооружения, ни разу не было анализа на количество озона в воде, правильно? В декабре мы отключили его, когда у нас был полный расход. То есть, может быть, еще надо закрыть краник, а еще меньше сделать? Закрыть краник, вот, не работает. Она работает на полную мощность только сейчас. Нам покажут, только сейчас Роспотребнадзор проведет свои исследования, мы можем следить, что дальше нам делать со установкой. Хорошо, смотрите. Во-первых, я бы хотела сказать Елене Анатольевне, что вы уже обратились в Краевую прокуратуру, мы уже написали решение по этому поводу. И если с озоном, допустим, более-менее понятно, что сейчас Роспотребнадзор выйдет в проверку, возьмет, мы получим какой-то результат, его количество, да? И если, получается, его много, то вы сможете предпринять какие-то меры, чтобы еще уменьшить? Да, с помощью работы с подрядчиком, с поставщиками обстанции, с проектировщиками, да, мы будем принимать это решение. Хорошо, допустим, вопрос с запахом, ну, можно сказать, что мы понимаем, что мы по нему будем делать. Вопрос по накипи. По накипи. Накипь, она будет естественная. Во-первых, наша вода не дистиллированная, соли, кальция и магния всегда присутствуют в воде. Даже если мы говорили, что изначально там была большая, накипь была жесткая и ее было много, показатель того, что раньше вода была жестче, чем в деревне, чем сейчас. По всем исследованиям, вода по железу, по жесткости, вода у нас в норме. Она в рамках показателей сангина. А у вас здесь живете, да? У вас хорошая вода. Нет ни накипи, ничего, ни запаха, ничего нет? Ну, накипь вот такая мелкая, неспешная есть, запах я не чувствую. Может быть, от того, что я работаю постоянно в детском саду, кварцуют, для меня это запах. То есть накипас? Ну, есть она, есть она всегда была. Ну, сейчас она вот раньше, она была такая, что чайник нужно было кипятить какой-то с лимонкой или чем-то. Сейчас хватает того, что его помыл губкой. Ну, вот у меня такая вода, остальных не знаю. Можно я немного дополню? Хоть скажут, что я сотрудник администрации, моим словам верить. Я точно так же проживаю на улице Солнечная. Не абсолютно нормальная вода. Да, в начале запуска установки был запах кварца. Сейчас он ушел. Раньше, до установки, до установки вот этой озоновой, у нас накипь камнем оседала на стенах чайника. Сейчас, если регулярно мыть чайник, достаточно опустить туда салфетку, прополоскать, вылить. В последующей, когда вы будете кипятить, не будет никаких хлопьев белых плавать, ужасных. Как я смотрела в наших местных пабликах, публиковали белую, как молоко, воду. Я живу с ними на одной и той же улице. У меня нет такой воды. Мы что, сами подсыпали? Ну, у меня тоже нет такой воды. Дружно говорится. Я звонила, когда собирали подпись, Ирина возила, и она звонила. Я сказала, у меня вода на воду. Можно я сказала? Она на сайте. Я думаю, сегодня все подживающиеся возили к власти. Пепятить чайник при вас, налить воду. Это можно здесь сделать. Пойдемте. Здесь другая улица. У нас концева концовка. Марина поселка, у нас прекрасная вода. Нет, у меня есть стол и у Марины хорошая. Как мы на том месте все? У Григорьева плохая, а у Марины хорошая. Я, значит, литрю туда что-то, что бы с этой комиссией сделать, не знаете. Вот именно с вами слава. Уважаемые жители, молоко, как вы послушаете? Успокойтесь. Успокойтесь. Я не кричу. Малыш, 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 Малыш просил, да, стол? Да я, как бы не то, что бы просил, добавлю. Смотрите. У инвестрии сквоза. Да. У нас очень, 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 очень. У нас очень. У нас очень, очень, очень. Проблема какая? Вот видите, кто-то не жалуется вообще. Кто-то жалуется, да? Извините, не знаю, как вас зовут. Вот вы говорили, там брали пробы, да? А где они брались? У кого-то в квартире? Нет, пробы брались, когда существовало строительство. Они брались как раз на выход. Со скважин? Нет, они брались после, перед тем, как мы даем воду вам. То есть там, на станции. На самой станции, после озонаторов, после дюклей. Просто важный тезис, какой хотел донести, что если брать пробы где-то, да, то есть не на выходе, не в фильтрах, а то есть в нескольких местах. К одному, ну, как? Проще сказать. У потребителей. У потребителей, да. И в садике. В садике. Да, в садике, вот допустим, в садике может она другая быть содержание. Кому-то поехал, у него там что-то больше, что-то меньше. Почему так, опять же, да? Может быть, действительно есть какие-то проблемные участки. То есть, не то, чтобы крест ставить на этих очистных и все. Нет, конечно. Да, может быть, действительно есть какие-то проблемные участки. Или, вплоть до того, что именно вот конкретный дом или улица какая-то, что-то попадает туда. Ну, я не знаю за качество, но внешне здесь, конечно, как бы не очень воды, честно скажу. Ну, качество. Пронесите вы воды. Жиреобородская среда, экология, они нацелены на улучшение качества жизни. То есть, на улучшение качества воды потребителей. Действительно, улучшение качества. И мы понимаем, что если надо, и мы понимаем, что если мы для обучения нет, и можно, пожалуйста, это что-то же. Я не понимаю, что если вы тратите 150 миллионов, то проект должен составить таким образом, чтобы он очистывал жесткость воды, и чтобы в итоге была действительно вода хорошая. И вот без этой нафиги. Потому что, получается, конечно, была, сейчас, значит, видоизменилось. Все это поэтапно, все это будет делаться. Я же вам говорил, что все равно будем добиваться того, чтобы качество жизни у вас улучшивать. У нас Преображенская территория одна из, единственная территория, в которую такие средства за последние три года вложены. Согласна. Это огромное количество денег. Да. Но со своей стороны мы все это делаем. Ну, Лево Федорович, и с вами... Давайте я же еду, и разговариваю. Качество улучшается. Да, я нисколько не говорю, что где-то недоработки есть, но все-таки по качеству воды, по тому, что построили или конструировали водозабор, очистные, все-таки давайте вернемся к разговору после всех исследователей лабораторных. Вот с этого начинать надо. А так мы будем сидеть, еще можно сутки сидеть. А то нам вот так вешают на уши, товарищи, мы всему верим, а потом получается, что... Но я вам честно скажу, что никто вам ловшу на уши вершить не будет. Игорь Александрович, я не об этом же... Если все официальные бумаги, те, которые мы имеем право размещать в свободном доступе, мы их размещаем. Понимаете? Но существует ряд каких-то определенных ограничений, в том числе со стороны Роспотребнадзора, о неразмещении в открытом доступе, в том числе и вот этих лабораторных инспектов. Но интервалы даже эти должны получать, у меня извините.